Теперь мы рассмотрим новый плагин на Full Studio 10 который называется Patcher Допустим его отсюда. Его здесь проще всего найти. У него есть, собственно, два направления использования это использовать его как сложный эффект и как синтезатор с эффектами. Сначала как эффект. Добавляем его в микшер. Здесь у нас сигнал поступает отсюда выходит. Набросаем эффекты, а потом разберемся, что есть и что с этим можно делать. Вот я накидал три эффекта. Что у нас здесь есть вверху? Это аудио. Пока аудио проходит через первый эффект. Он автоматом это подставил. Сделаем еще вот так, например. установим новую аудиосвязь. Что у нас получится? Сигнал поступает, проходит через фильтр и на выход. И одновременно он еще через Delay и на выход. Здесь микшируется. Можно сделать еще интереснее. Можно сделать вот так. Мы получим такой сложный эффект. Сигнал так проходит, потом через Delay. И кроме того еще можно сделать вот так. То есть получить такой довольно сложный эффект. Вот. Кроме того, что мы еще можем с этим эффектом делать? Мы можем добавлять ручки. Вот так добавляется ручка. Мы получили ручку управления. И сюда мы можем добавить параметр. Например, Dry Level. Соединить с ручкой. Добавим еще одну ручку. Вот сюда еще один параметр. Time. Так вот со второй ручкой соединить. Добавим сюда еще ручку. Например, Love Pass. И сюда ручку. Так. Инпут. Параметры. О. Фрэк. Интересно. И мы можем сделать, например, еще вот такую вещь. Здесь одна ручка будет управлять всеми этими параметрами. Сами ручки мы видим здесь на dashboard. Соответственно, мы можем привязать их. Линтоконтроллер. Какой-нибудь железной крутилки. На закладке Editor мы видим список эффектов. И получаем такой довольно интересный эффект. Например, пробуем уносить ТЗ-3 Harbour. Сейчас найдем какой-нибудь звук поинтереснее. Или сами его создадим. Так. Обеспечер. Это бы звучало так. То есть явно чувствуется разница. И вот так. Это первый вариант применения данного плагина. Рассмотрим второй вариант применения. Это использовать его в виде синтезаторов. Та же самая структура. Здесь еще появляются у нас клавиши, которые можно отключать. Сюда можно добавлять. Вот. Добавим сюда, например, вот они генератор, эффектогенератор. Какой-нибудь морфин. Устроено они так красиво выглядят. Так. Точно так же мы можем добавить ручку управления, параметры, например, Overdrive. Точно так же ее найти на Derbord. То есть суть та же самая. Точно так же мы можем накидать сюда эффектов. Вот. Здесь мы можем переключать пресеты в закладке Editors. Вот, собственно, такие возможности. Есть еще такое понятие, как события. Вот. У некоторых синтезаторов так и эффектов есть события. То есть события тоже можно как-то складывать между собой. и, например, вот так вот не получится, конечно. Например, вот так вот сделаем, чтобы не зря. Добавим какой-нибудь эффект, Horus. Вот события перенаправим вот так. То есть события тоже можно строить некоторые цепочки. Такие возможности. Очень удобный конструктор довольно сложных эффектов и вообще сложных звуков. Это очень удобно. И нормально. Продолжение следует...